Мы много говорим о важности сохранения исторической памяти. И видим, как предпринимается немало попыток в наше время исказить прошлое, фальсифицировать историю, сочинить небылицы по поводу того, о чем знало хорошо предыдущее поколение, о чем меньше информировано нынешнее поколение и совсем мало, что знает уже идущее поколение нам на смену. И вот крайне важно бороться с таким явлением. Отчасти на это направлены усилия посольства. В частности, идея отметить три важных даты нашей совместной истории, о чем мы говорили сегодня в посольстве, о чем говорили ветераны, а именно это годовщина, 75-я годовщина формирования 8-го эстонского стрелкового корпуса в августе 42-го года. И здесь вспоминали, как воевали эстонские офицеры и солдаты в рядах Красной Армии. Напомню только одну вещь. Больше 20 тысяч из них были награждены орденами и медалями. В плане исторической памяти важна и другая дата, отмечавшаяся в этом году 60-летие создания, ну тогда это называлось, Таллиннская секция Советского комитета ветеранов войны. Позднее она была переименована, и нынешнее название это Таллиннское общество, участников Второй мировой войны. Ветераны делают большое дело, встречаясь с молодежью, рассказывая им о том, что они пережили в молодости, и наставляя их, воспитывая их в духе любви к своей родине, в духе любви и желания взаимодействовать, сотрудничать со своими соседями, рассказывают ими о нашей общей истории, о том, что пришлось пережить всему нашему народу в те тяжелые годы, и крайне важно, чтобы эта память передавалась и дальше, с поколения в поколение. И можно много говорить о прошедших годах, но только что сейчас отмечалась 73-я годовщина освобождения всей территории Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. Собственно, вот наше мероприятие в посольстве, это как бы финальное мероприятие в серии тех памятных дат, которые мы старались не предать забвению. Как это получилось, наверное, можно было судить по реакции участников. Мне кажется, что остались довольны все. Крайне важно, что и сегодня здесь были молодые ребята, ребята и девушки, которые слушали ветеранов. Крайне важно, что и ветераны показали себя с самой лучшей стороны, если учесть их возраст. Самому старшему из них уже практически 100 лет. И мы должны им быть благодарны за все то, что они пережили, за все то, что они сделали ради того, чтобы мы сейчас могли спокойно говорить, рассуждать на эти темы. Соломи, соломи, не тревожьте, солдат. Пусть соломи, не тревожьте, соломи, не тревожьте, соломи, не тревожьте, соломи. Соломи, не тревожьте, соломи, не тревожьте, соломи. Пусть соломи, не тревожьте, соломи, не тревожьте, соломи. Соломи, не тревожьте, соломи. Субтитры создавал DimaTorzok